Ибо когда мой дух Смирись предо мною и провозгласи себя свободным Я совершу в тебе эту работу, говорит Дух Благодати Глава 10. Очищение и умерщвление Люди ищут тех, кто поможет им измениться Многим не нравятся изъяны в их характере Но они не знают, что делать, чтобы избавиться от этих недостатков Поэтому люди продолжают трудиться в поте лица, в религиозной системе Которая требует от них большего и большего Чтобы можно было построить новое здание или осуществить новые программы В конце концов наступает духовное истощение и люди сдаются Они смиряются с тем, что останутся такими, какими были всегда А на Бога смотрят, как на главу организации Считая, что их взаимоотношения с Богом основаны на взаимоотношениях с организацией Они становятся бесплодными и разочарованными Но у Бога никогда не было намерений, чтобы мы жили с суетной жизнью полное разочарование Поэтому Он дал нам Святого Духа, чтобы явить тайну Христову в нас и произвести изменения Давайте поближе рассмотрим служение Святого Духа внутри нас Давайте посмотрим, как через процесс назидания Он выводит нас из нашего нынешнего состояния И преображает таких людей, какими мы должны быть Даже христиане, которые верят в то, что молитва на языках назидает их Не знают, как происходит этот процесс Позвольте нарисовать картину, как, по мнению многих верующих, выглядит процесс назидания До крещения Святым Духом человек похож на старого грязного падальщика Подбирающего останки мертвых животных у дороги в пасмурный день Затем он начинает молиться на иных языках И вдруг солнце выходит из-за тучи и освещает падальщика своими яркими лучами В мгновение ока грязная птица превращается в грациозного золотого орла Он взмывает в небо, чтобы парить над землей И у него больше никогда не будет ни одной проблемы Такое представление ошибочно Процесс назидания так не происходит Когда Святой Дух назидает нас в Духе, чтобы мы могли понять откровение Божьего Слова Он одновременно укрепляет наш возрожденный Дух, давая Ему силу умертвить дела плоти Иисус сказал, если вы будете приносить плод, я буду очищать, обрезать вас Нравится нам это или нет, но если мы хотим приносить плод, как ветвь на лозе, нам придется претерпеть обрезание Для чего? Для того, чтобы приносить больше плода Будьте готовы Когда вы начнете постоянно молиться на языках, то спровоцируете внутри себя войну Потому что грязь, от которой вы не хотите избавляться, начнет подниматься на поверхность Бог будет удалять нечистоту из вашей жизни, чтобы вы могли исполнить свое божественное призвание и не были сражены дьяволом Святой Дух отсекает мертвые ветви, которые образуют потолок над нашей головой И мешают нам подниматься выше вхождении с Богом Каждый раз, когда Бог хочет использовать нас Дьявол пробирается по этим ветвям и пытается остановить Божие действия в нашей жизни Через проблемы с финансами, неправильное отношение, непрощение и тому подобное И если мы не позволим Святому Духу обрезать эти сухие ветви Дьявол заставит нас просидеть в луже под названием «делай поменьше» до конца наших дней Но могу заверить вас в одном Святой Дух не станет сразу пытаться обрезать все мертвые ветви, к которым прикипела ваша плоть Он подождет, пока посредством молитвы на иных языках вы подниметесь на достаточно высокий уровень в Духе Что сможете выстоять в войне эмоций, которые возникнет в результате обрезания каждой мертвой ветви Процесс очищения не всегда приятен, но всегда необходим Потому что так или иначе все мы будем очищены Мы можем согласиться на обрезание всех наших недостатков и ошибок прямо сейчас Или же можем подождать судного дня пред седалищем Христовым, когда наши дела будут испытаны огнем В тот день все делоплоти, от которых мы не смогли избавиться в этой жизни, будут выжжены из нас Но у меня есть хорошие новости Нам не нужно самим умерщвлять делоплоти Согласно 13 стиха 8 главы послания к римлянам Бог дал нам с вами Святого Духа, чтобы Он укреплял нас и помог избавиться от всего, что может лишить нас награды Вот что там написано Ибо если живете по плоти, то умрете А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете Дело в том, что самым сильным оружием сатаны является обман Его цель – украсть нашу награду, удержав нас во тьме незнания того, к чему призвал нас Иисус Дьявол знает, что когда все будет сказано и сделано, единственное, за что мы с вами получим награду Это за то, в какой степени нам удалось воплотить в жизнь Божий план для каждого из нас Поэтому я не хочу дожидаться великого суда Христова, чтобы быть очищенным от всех дел плоти, мешающих моему хождению с Богом Я хочу знать, как Святой Дух работает во мне сегодня, очищая в процессе подготовки к моему божественному призванию Просто примите как истину, что вы не сможете меняться и получать назидание в вашем духе без прохождения процесса очищения Невозможно подняться в Боге без обрезания всего, что тянет вас вниз Поэтому первое, что делает Святой Дух, когда вы молитесь на языках, это пробуждает вашу совесть Вам становится намного труднее поступать по плоти, чем раньше Например, если кто-то делает колкое замечание в ваш адрес Вы просто улыбаетесь и благодарите Бога за освобождение от раздражительности Вы думаете, в прошлом году я не смог бы сдержаться Я бы вытряхнул этого наглеца из его ботинок Но что-то изменилось Это результат процесса назидания Когда Святой Дух пробуждает вашу совесть в отношении каких-то неправильных поступков Это значит, что Он готов умертвить их своей силой Когда вы прилагаете веру и начинаете противостоять делам плоти Происходит умершление, и Святой Дух очищает вас от этого Это и есть назидание Помните, я говорил в предыдущих главах, что тайны, которые вы произносите в молитве на языках Служат на благо вам, а не Богу Каждый раз, молясь в Духе, вы приносите к Божьему престолу тайны Христа в вас Упование славы Когда Бог начинает отвечать на эти молитвы Вы получаете глубокое понимание Божьего Слова Внутри вас начинает пробуждаться осознание всего, кем Иисус является в вас В то время, как тайны открываются вашему пониманию Святой Дух также проливает яркий свет на скрытые во мраке преграды Грехи, ошибки и недостатки, мешающие вам производить стократный урожай Божьего плана для вашей жизни Об этом Иисус говорит в Евангелии от Марка, 4 главе, с 20 по 22 стих После описания различных видов неблагоприятной почвы в сердцах людей Он говорит А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат И сказал им Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике Иисус называет меня доброй землей Если только я принимаю как написанное Божье Слово, так и тайны Его плана для моей жизни И затем приношу плод от этого слова в 30, 60, и 100 крат Далее Иисус задает вопрос Зажигают ли свечу, чтобы спрятать ее под сосуд или под кровать? Конечно, нет Можно ли принести зажженную свечу в темную комнату, чтобы ее свет не осветил спрятанное во тьме? Нет Дано ли вам Божье Слово, чтобы вы не понимали его? Нет В 22 стихе Иисус делает следующее заявление Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным И ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу Другими словами, когда Святой Дух начинает освещать ваш Дух Божьим Словом Это подобно тому, как вы заходите с горящей свечой в темную комнату Свет обнаружит каждый скрытый во тьме предмет, находящийся в этой комнате В действительности Иисус говорил о вашей жизни Он говорил об обнаружении скрытых во тьме преград, мешающих вам жить полнокровной жизнью Дело в том, что когда вы родились свыше, зажглась свеча вашего Духа И вы не можете молиться на иных языках без того, чтобы эта свеча разгоралась все ярче и ярче Именно здесь, мой друг, и начинается внутренняя война Почему? Потому что плоть не любит, когда свет открывает ее дела Плоть похожа на тараканов, живущих в дешевых мотелях Когда зажигается свет, они тут же ищут, куда спрятаться Они любят покров темноты Так и ваша плоть Можете не сомневаться Ваша плоть не захочет расставаться с тем, на что прольет свет Святой Дух Раньше я не понимал, с какой силой может разразиться эта внутренняя война И для меня было загадкой, почему многие люди, испытывавшие жажду по Богу И горевшие желанием молиться в Святом Духе Сдавались прежде, чем появлялись какие-либо видимые результаты Но позднее я понял, что большинство из них сдались из-за того, что искали ответы на свои вопросы не в том месте Позвольте привести пример Предположим, верующий загорелся сильным желанием молиться на языках Он принимает решение Дьявол, берегись Я найду укромное место и каждый день буду молиться на языках в течение часа И горе тому, кто попытается встать у меня на пути Он получит хорошую взбучку Итак Этот человек направляется в свою молитвенную комнату с толстенной Библией под мышкой Да, господа Он намерен молиться на языках по одному часу в день Но есть одна проблема Он приступает к выполнению своего решения с настроением человека Страдающего от сильнейшей формы депрессии в результате смертельной болезни Или который находится в процессе подписания документов о своем банкротстве Но он не обращает ни на что внимания, потому что нашел ответ Он думает Я нашел того, кто знает мои слабости и будет молиться за мои проблемы Теперь все будет по-другому Проходит месяц Этот верующий молится по часу каждый день Никаких изменений Проходит два месяца Он все еще молится Никаких изменений Проходит три месяца Он пристально смотрит на горизонт Что ты там ищешь? Знаешь, я вложил свое время Три месяца молился на языках Если кто-то и должен получить ответ Это я Я скажу вам, что делает этот человек Он ищет впечатлений и теряет чудо Иными словами, он ожидает, что Бог ответит на тайны, которые он произносил в молитве Чудесным образом, изменив внешние обстоятельства А тем временем упускает из виду чудесную работу Святого Духа Произошедшую внутри него Возможно, этот верующий представляет, как на горизонте Появится грациозный белый скакун С горящими красными глазами Извергающий пламя И поскачет к его дому Сотрясая долину стуком своих копыт Ну и ну Это же Иисус Эта молитва на языках действительно работает Иисус останавливает своего скакуна перед верующим И говорит Во-первых, дай мне список тех людей, которым ты должен деньги Человек отдает список И Иисус уносится прочь на своем скакуне Оставляя позади клубы пыли Через полчаса Иисус возвращается и говорит Все счета оплачены Затем Иисус говорит Извини, я на минутку И пускается вдогонку за духом нищеты Которого он только что заметил Пытающимся ускользнуть среди теней Огромный скакун бьет копытами По трусливому дьяволу До тех пор, пока тот не превращается в лужу на полу Нищета навсегда разрушена в жизни верующего Иисус останавливает своего скакуна и спешивается Он подходит к верующему и возлагает на него руки Болезнь и депрессия исчезают сию же минуту Верующий восклицает Ух ты! Я молился всего три месяца И стал новым человеком Эта штука действительно работает Иисус вскакивает в седло и отъезжает Но вдруг останавливается и возвращается назад Кстати, говорит он Я чуть не забыл Он кладет руку в карман И достает оттуда конверт с десятью тысячами долларов Это тебе, чтобы обедать и общаться с верующими После собраний в церкви Сообщает он обрадованному человеку Затем Иисус скачет прочь по направлению к горизонту В лучах заходящего солнца Он поднимает на дыбы своего скакуна И восклицает Эй, 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 святой дух! И затем исчезает Верующий вздыхает Протирает лоб тыльной стороной ладони И говорит Вот это была настоящая помощь Многие люди делают такую же ошибку Как этот человек Они молятся на языках Ожидая, что их внешние обстоятельства Внезапно Изменятся Они не понимают Где происходит истинное преображение В их духе И слишком часто они сдаются прежде Чем Бог совершает в них Самое важное изменение Они ищут впечатляющее Но теряют чудесное Помните Молитва на языках Подобна любой другой молитве Она не остается безответной Но поскольку молитву Производит наш человеческий дух То и ответ на молитву Получает наш дух Теперь позвольте показать вам Как духовный человек Получает ответ на тайны Которыми он молился В Святом Духе Предположим Я провожу серию служений На которых многие люди Загораются желанием Молиться на языках Они оказались Под таким сильным впечатлением Что даже после моего отъезда Из города Принимают решение Ежедневно проводить Определенное время в молитве Но по прошествии Нескольких недель Не отмеченных Видимыми результатами Один за другим Они бросают Это занятие В конце концов Остается только один человек Не изменивший Своему решению Каждый день Молиться на языках Скажем Этот человек Продолжает Несколько месяцев Молиться в Святом Духе Ожидая перемен Постепенно Что-то действительно чудесное Начинает происходить Внутри него Что-то меняется В его понимании слова Отрывки Писания Ранее непонятны Теперь оживают для него В разговоре с друзьями Он неожиданно для себя Объясняет стихи Доселе бывшей для него загадкой Когда люди обращаются К нему со своими проблемами Он удивляется Почему они запутываются Ведь ему все кажется Таким понятным Этот человек Переживает действие Которое оказало Молитва на языках На его дух Он испытывает То, как Бог Отвечает на молитву Такого рода Таким же образом Ваш дух Может начать Получать мудрость И направление Для исполнения Особого Божьего плана Для вас Вы можете Развить в себе Своеобразное знание Когда вы просто знаете Чего хочет Бог Хотя иногда и не понимаете Как вы можете это знать Однако все это не значит Что видимые результаты Не проявятся Во внешних обстоятельствах Они появятся Начнут происходить Самые неожиданные Невероятные вещи Бог будет действовать На вашей работе В вашей семье В вашем теле Друзья и близкие Заметят перемены Происходящие у вас По мере того Как ваша жизнь Начнет излучать Веру и уверенность Я видел много чудес Произошедших Как результат Постоянства В молитве В Святом Духе Но дело в том Что сначала Вера должна прийти От слышания А слышание От Слова Божьего И по мере возрастания Понимания Слова Набирает силу Процесс очищения Преображающий Человека изнутри Только после этого Согласно Божественному Порядку Внешние обстоятельства Начинают приходить В соответствии С изменениями Уже произошедшими В сокровенном Внутреннем Человеке То есть Если вырвешь корень Не будешь Есть Горьких плодов Для того Чтобы преподать Мне этот важный Урок Бог использовал Один дом Находившийся По соседству С моим Этот дом Ненавидели все Представьте Вы проезжаете На машине Мимо целого Ряда элегантных Домов Поворачиваете За угол И вдруг Перед вами Оказывается Это безобразное Строение Весь двор По колену Усыпан мусором Дом Отчаянно Нуждается В покраске Входная дверь Перекошена Газоны Заросли сорняками Во дворе Валяются Несколько Старых Проржавелых Машин без колес И все это В середине Красивейшего Района Все местные Жители Злы на Хозяина Этого дома Но никто Не смог Убедить его Привести Жилище В порядок На все убеждения У него Один ответ Я жил Здесь Еще до того Как были построены Ваши дома И ничего Не собираюсь Менять Однажды Проезжая Мимо этого Дома Я посмотрел На него И подумал О боже Ну и Беспорядок Тогда Святой Дух Воспользовался Случаем Чтобы преподать Мне урок Я услышал Его голос В моем духе Ты знаешь Что внешний Вид этого дома Является Точным Отражением Того Что творится Внутри человека Живущего В нем Вот это Да Когда я Приехал домой Это откровение Было еще Свежо В моей голове И поэтому Первое Что я хотел Сделать Это подстричь Свой газон Но главной Задачей Святого Духа Было Показать Мне Ошибку Которую Делают Большинство Христиан Они Все время Пытаются Избавиться От горьких Плодов На дереве Своей жизни Забывая О корне Который Является Первопричиной Роста Этих Горьких Плодов Например Зачастую Люди Следуют Побуждению Своих Чувств Отвечая На призыв К покаянию Проповедник Говорит Выходите Вперед И сложите Все горькие Плоды Вашей жизни У алтаря Они Склоняют Колени И думают Все Я больше Не буду Бить Свою жену Я больше Не буду Употреблять Алкоголь И так Они Срывают Свои Горькие Плоды Оставляют Их У алтаря И идут Домой Это Хорошо Что они Покаялись И пообещали Богу Больше Не совершать Прежних Грехов Но Вот В чем Главная Беда Если Они Не избавятся Скрытых Во мраке Внутри Них Эти Горькие Плоды Вырастут Снова Но Сами Вы Не сможете Обнаружить Корень Дел Плоти В вашей Жизни Только Святой Дух Может Исследовать Глубины Вашего Сердца И найти Этот Корень Затем Он Назидает Ваш Человеческий Дух Чтобы Он Восстал В силе И мог Каждый День Умерщвлять Дела Плоти По Этой Ведь здесь Рождаются Все Радикальные Изменения Я провел В служении Уже больше 25 лет И обнаружил Что люди Не могут Изменить Самих Себя Например Когда я Вновь Посвятил Свою Жизнь Господу В традиционной Пятидесятнической Церкви Мне постоянно Проповедовали О том Каким Я должен Быть И как Должен Поступать Они Говорили Мне Что Я должен Перестать Грешить И дали Целый Список Того Что Можно Делать А чего Нельзя Но До тех Пор Пока Я не Узнал Как Высвободить Внутри Себя Силу Святого Духа Я не Мог Умертвить Дела Плоти Моего Ветхого Человека Тогда Наконец-то Иисус Муж Исполненный Сострадание Смог Проявить Себя В моей Жизни Дело В том Что Естественному Разуму Знакомы Попытки Изменений Только Посредством Силы Воли Вы Знаете Что Такое Сила Воли Это Когда Вы Изо Всех Сил Стараетесь Дисциплинировать Себя В борьбе С проблемой Используя Свою Волю Вы Стискиваете Зубы И Говорите Я Больше Не Буду Грешить Я Больше Не Буду Грешить Но Даже Прилагая Все Усилия Порой Вы Не Можете Победить Плотскую В противоположность Этому Умерщвление Духом Это Процесс Когда Святой Дух Восстает Внутри Вас Чтобы Разрушить Власть Плоти Над Вами Если Раньше Грех Владычествовал Над Вами Теперь Вы Обретаете Власть Над Грехом Как Нам Дать Свободу Действию Этой Силы Сокрытой Внутри Нас Чтобы Умертвить Дела Плоти Мы Уже Обращались К Посланию К Римлянам К Восьмой Главе К Двадцать Шестому Стиху И Нашли Там Ответ На Этот Вопрос Также И Дух Подкрепляет Нас В немощах Наших Ибо Мы Не Знаем О чем Молиться Как Должно Но Сам Дух Ходатуйствует За Нас Воздыханиями Неизреченными Таким Образом Ключом К Высвобождению Силы Служит Сверх Естественный Язык Святой Дух Говорит Прошу Прощения Я Хотел Бы Тебе Помочь Если Ты Позволишь Мне Ходатайствовать За Тебя Неизреченными Воздыханиями Если Ты Позволишь Мне Ходатайствовать За Тебя Неизреченными Воздыханиями То Я Разобью Все Преграды Мешающие Божьим Благословением Течь В Твою Жизнь Традиционная Церковь Которую Я Посещал В Молодости Не Понимала Этого Условия Они Проповедовали Доктрину Трех Дел Благодати Во-первых Спасение Во-вторых Освящение Что означает Очищение От грязи Этого Мира И И Исполнение Святым Духом Они Учили Меня Ты Должен Родиться Свыше Спасибо Я Уже Родился Свыше Теперь Тебе Нужно Освящение Освящение От курения Выпивки Живания Табака И всего В таком Роде Тогда Я Смогу Принять Святого Духа Именно Так Вы Хотите Сказать Что Я Не Могу Сначала Принять Спасение Затем Получить Исполнение Святым Духом А уже После Того Освящение Ни В коем Случаи Ты Думаешь Бог Станет Крестить Неосвященного Христианина Который Жует Табак И От которого Несет Алкоголем Да Согласился Я Думаю Что Не Станет На самом Деле Они Запрягали Повозку Впереди Лошади Библия Говорит Что Духом Мы Умершляем Делоплоти Служители Той Церкви Говорили Мне Чтобы Принять Святого Духа Ты Сначала Должен Исправиться Да Но для Того Чтобы Стать Хорошим Мне Нужен Святой Дух Ответил Однажды Я Тогда Ты Никогда Не Получишь Его Но Как бы Там Не Думали Все Эти Люди Я Все Равно Получил Исполнение Святым Духом Однажды На Служении Я Вышел Вперед И Святой Дух Сошел На Меня По Незнанию Я Пытался Подавить Внутреннее Побуждение Произнести Вслух Сверхъестественные Слова Которые Он Начал Вновь Коснулся Меня На Этот Раз Я Поднял Руки И Повиновался Ему Под Действием Божьей Силы Я Упал На Пол А Когда Поднялся То Уже Мог Говорить На Иных Языках И С тех Пор Не Утратил Эту Способность Но Я Даже Не Мог Рассказать Людям Из Этой Церкви Что Принял Святого Духа Потому Что Все Еще Курил Трубку И Смотрел Звездные Войны Однажды Святой Дух Сказал Мне Сынок Пришел Мой Черед Я Сила Посланная Помочь Тебе В Твоих Немощах Я Просто Продолжал Молиться На Языках В Воскресенье Утром По Пути В Церковь Я Курил Трубку Но Затем На Меня Сходило Такое Обличение Что По Пути Домой Я Выбрасывал Ее Из Окна Своей Машины Однако В Понедельник На Работе Я Покупал Новую В Среду Вечером По Пути В Церковь Я Курил Трубку Возвращаясь Домой Из Церкви Выбрасывал Ее Процесс Очищения Шел Своим Чередом Молясь На Иных Языках Я Развязывал Эту Внутреннюю Войну Я Обнаружил Что Умершление Силой Святого Духа Направлено На Разрушение Корня А Затем Горький Плод Просто Погибает Я Не Могу Точно Сказать Вам Сколько Потребовалось Времени Чтобы Трубка И Табак Упали С Моего Дерева Все Что Я Знаю Наверняка То Когда Святой Дух Достаточно Укрепил Мой Возрожденный Дух И Он Поразил Корень И На Моем Пути